Следующий миф про то, что ВМС от Аксилот, ВМС на платформе X5 внедряется только в России. Конечно, я внутри себя прям совсем не согласен с этим, но тем не менее послушаем наших экспертов. Мария, про что проектный опыт? Действительно ли только в России? Или есть что-то другое, о чем можно рассказать нашим гостям? Ну, поэтому можно судить по тем командировкам, которые я за последний год посетила. Это Узбекистан, Казахстан, Белоруссия и так далее. Но, конечно, наш проектный опыт не ограничивается странами бывшего постсоветского пространства. У нас есть проекты в Китае, у нас есть проекты в Италии. Не так давно у нас завершился проект в Финляндии, где мы автоматизировали склад при финской таможне. И в этом проекте одним из требований как раз-таки было наличие мультиязычного интерфейса. То есть система перед тем, как передать систему в промышленную эксплуатацию, она должна была пройти проверку финской таможни. Соответственно, одним из требований таможни было наличие английского интерфейса. Ну и, в общем-то, система, у нее нет проблем. Все интерфейсы могут быть адаптированы под английский язык. То есть все пользователи как с терминалами сбора данных, как операторы, они видят функции именно на английском. Ну и, соответственно, мы, как консультанты, которые внедряли эту систему, были вынуждены там разработать в том числе рабочие инструкции на английском языке, чтобы пользователям было понятно. То есть, по вашему мнению, какой-то проблемы нет, и миф там достаточно надуманный. А как, Николай, как ваш опыт? Вот я знаю, что у вас, вы запускали систему тоже в различных географических локациях. Что является основной проблемой? Там местоположение вендора или что-то другое? Основной проблемой, наверное, является таракан в голове. Если я запускаю здесь, я, то есть, в своем как раз представлении говорил, что я несколько раз глобал сяю. Если я запускаю в другой стране, и, тем не менее, руководство у меня здесь, то я могу запустить все, что угодно. И мне не надо искать систему там, если мне удобно, и моему центральному офису удобно запускать системы мои. Я немножко добавлю. Вот то, что сказала Мария, это multi-language. А есть еще multi-country проблема. То есть, на самом деле, проблема не только в переводе на другой язык, проблема в адаптации к локальным условиям. Например, в МС это будут печатные формы, они несколько иные. Возможно, несколько иные выгрузки в бухгалтерию тамошнюю. Возможно, несколько иные сопряжения с какими-то… У меня были вплоть до… в Италии Windows по-другому. Вставал там какие-то драйвера были другие. То есть, сопряжения с ККМ были другие. Там вот такие нюансы, допустим. Это все есть, но не проблема. Это не проблема. То есть, это все решабельно, это все решается. И в том числе, вот как раз третья версия от вас. У меня была в другой стране когда-то. Наверное, вот один из флагов – это ваш. Там, да, сапожок такой милый. Отлично. Дмитрий, а что думаете вы? То есть, вот коллеги говорят о том, что там, а, проблемы не существуют, на что показывают количество проектов по внедрению, а, б, говорят, что ключевое даже не языки, а соответствие там софта, требованиям какой-то конкретной страны. И чем более там приземленный бизнес-процессов не автоматизируется, тем проще. Действительно ли так или что-то еще есть? Ну, надо понимать, что вообще проблем две больших. Одна из проблем, когда мы просто берем нашу ВМС-систему и ставим где-нибудь за границей. Ну, например, там, возьмем ту же самую, там, Италию. Надо понимать, что в Италии мы хотим видеть всю нашу систему, ну, предположим, на английском языке, лучше, конечно, на итальянском. Поэтому, соответственно, если просто перевести все интерфейсы, это легко. Более того, у нас там номенклатурный справочник на английском языке, все здорово. Куда сложнее и разносторонней становится проблема, когда нам систему требуется поставить, например, в России, но для западной компании. И мы понимаем, что с системой будут работать как русские сотрудники, так и иностранцы. Иностранцы, может быть, не будут выполнять операции на складе, но им нужно смотреть отчетность, им нужно смотреть остатки, им нужно как-то управлять системой и так далее. И фактически у нас появляется проблема в том, что нам нужно не просто показать два разных интерфейса, а позволить иностранцам видеть свои номенклатурные позиции на их родном английском языке, а желательно нашим пользователям на русском языке. Потому что далеко не каждый русский сотрудник склада сумеет перевести с английского языка наименование на русский. Соответственно, проблема возникает в том, что мы теперь должны в России нормативно-справочной информации, вводимой системе, иметь два наименования, русское и английское. Именно это мы сделали в системе. То есть мы позволяем не просто перенести систему в удаленную локацию, а позволяем различным пользователям одновременно работать с одной и той же системой. По поводу проблемы, когда мы переносим в удаленную локацию куда-то там систему с печатными формами. Печатные формы – это самая, скажем так, маленькая из проблем с точки зрения разработки. Потому что печатные формы можно расширять динамически, добавлять в систему их произвольное количество. Более того, с точки зрения именно разработчика, разработка печатной формы – это самые низкоквалифицированные разработчики могут исполнять данную задачу. Поэтому здесь я проблем в принципе не вижу. Окей, спасибо. Я немножко уточню. Когда мы говорим о разных локациях, имеется в виду, что моя одна программа, одна конфигурация работает в Италии, в Финляндии, в Америке и в России, допустим. Соответственно, она одна настраивается. То есть все эти многоязычные переводы на китайский, на английский, на французский у меня уже есть в моей конфигурации. Вот только так. То есть по сути вообще речь идет о том, что это проблема не системы. Это проблема того, как вы донесли тому менеджменту, который там внутри локации этим пользуется, там правила по работе с системой, убедили. Классическая проблема с внедрениями и здесь. Здесь мы тоже убеждаем менеджмент, что система подходит, что форма удобная, что кнопки там, где надо. Отлично. Про лингвистику такую поговорили, обсудили языки. Я, кстати, помню, мы как-то много обсуждали таджикский и узбекский с какой-то целью в нашей системе. Да, Дмитрий? Да, у нас есть еще такая особенность. У нас есть интерфейсы для мобильного клиента на таджикском, узбекском, не помню, по-моему, туркменском, нет, на казахском есть языках. Фактически дело в том, что мы можем сделать так, что пользователи, конкретные исполнители, а зачастую у нас на складах работают не русские и не белорусы с украинцами, а зачастую там работают действительно узбеки и таджики, они могут увидеть свой мобильный клиент на работном для себя языке. А что про математику? Сейчас я хотела добавить, здесь интерфейс-то они увидят, но самое интересное начинается, когда их начинаешь обучать. То есть если в России у нас как-то они понимают, что ты им рассказываешь при обучении, вот когда мы запускались в Узбекистане, там вообще было весело. Как говорят сами узбеки, они говорят, что все самые умные-то у вас в России уже, а у нас осталось то, что есть. И начинаются веселые старты, когда консультант приезжает, начинает им что-то объяснять по-русски, и он понимает, что они его не понимают. Но интерфейсы переведены, да. А здесь вообще на самом деле очень важный момент провести обучение перед запуском. Я помню, мы запускали 3.0, и собственно в момент обучения выяснили, что человек читает сообщение на терминале, доходит до слова «номенклатура», спотыкается на нем, он его не знает, он знает слово «товар», и после этого вся фраза теряет полностью смысл. Поэтому, собственно, до запуска срочно из всех сообщений убирали слово «номенклатура», заменяли на «товар». То есть это даже вот в России как бы абсолютно нормальная ситуация. Он посмеялся, лингвистика говорит. Вот тебе лингвистик. Да.